МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зачем, расскажет Артемий Заварзин. О 17-м лице Северодвинска знают далеко за пределами города Корабелов. Во многом благодаря ему, учителю информатики Александру Паршеву. Его ученики – лауреаты всевозможных конкурсов по робототехнике. А сам он – организатор областного турнира роботов и разработчик уникальных образовательных программ. Они не станут, может быть, инженерами, не будут конструкторами, но чтобы у них вот это в голове сидело, чтобы они понимали, как работает двигатель внутреннего сгорания, как работают современные гаджеты. Сегодня Александр Паршев был в числе тех, кого правительство региона отметило почетной грамотой за многолетнюю верность профессии и постоянное стремление к инновациям. Дело вашей жизни, которое вы выбрали, обучать подрастающее поколение, обучать ваших воспитанников в духе патриотизма, в духе преданности нашим традициям. Это очень важное и ответственное занятие. Я благодарю вас все, уважаемые коллеги, за ваш самоотверженный труд и высокое педагогическое мастерство. 13 лучшим педагогам присвоено звание «Почетный работник сферы образования России». Среди них и старший воспитатель Коряжемского детсада Елена Рокшина. Работать в детском саду – это большое счастье. Работать с педагогами детского сада – еще более большое счастье, потому что они все энтузиасты, они все очень творческие, и они все очень любят детей, поэтому в атмосфере любви работать очень хорошо. Сегодня в сфере образования по море трудятся свыше 9 тысяч педагогов. Они работают в разных уголках, разных условиях и с разными детьми. Но их глаза всегда горят идеями, а энергия и оптимизм зажигают сердца ребят делом и словом. Мы лишь учитель зажигает свечи, когда клянут другие темноту. И лишь учитель честен, добр, сердечен. И лишь учитель искренен и смелый. Он потому и зажигает свечи, чтобы не дать пролиться в темноте. Артемий Заварзин, Сергей Минин, Регион 29. Юным жителям Исокогорского округа будет проще покорять спортивные вершины. В 93-й школе после ремонта сегодня открылся спортивный зал. Работы обошлись в миллион 880 тысяч. Это деньги областного и федерального бюджетов. Переоборудовали спортзал благодаря федеральной программе. Всего за три года ее работы в области отремонтировали 38 спортзалов на сумму более 70 миллионов рублей. На новый уровень выходит физическая подготовка ребят. И нам хочется верить, что ребята будут достигать новых спортивных успехов. Поэтому эту программу, безусловно, надо продолжать, надо реализовывать. На следующий год уже есть конкретные планы. Очень большое внимание деляется спорту. Каждую неделю у нас тренировка. Я занимаюсь баскетболом. Раньше было слегка некомфортно в спортзале. А сейчас ты чувствуешь себя более уверенно. Ну и удобство больше. Хочу еще больше заниматься спортом. В следующем году по федеральной программе капитально отремонтируют школьные спортзалы в 10 муниципальных образованиях региона. В деле главы Кодловского района Светланы Бочурихиной Бральниной появились новые факты. Чиновницу уже обвиняли в получении взятки через посредника и трех преступлениях мошеннического характера. И вот снова на основании материалов ФСБ Бочурихину Бральнину подозревают в мошенничестве и взяточничестве. По версии следствия, в период с 2013 по 2017 годы подозреваемая, используя доверительное отношение, свое служебное положение и свой авторитет должностного лица муниципального образования, убедила двух индивидуальных предпринимателей, руководителя одного из муниципальных учреждений и генерального директора коммерческой организации, передать ей в долг денежные средства на общую сумму более 1 миллиона рублей. При этом обязательства по возврату долгов исполнять не собиралась и деньги потерпевшим не вернула. Она же в 2013-2014 годах получила личные через посредника взятку в сумме 750 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за общее покровительство при заключении оплате муниципальным образованием, муниципальных контрактов и договоров. Сейчас Светлана Бочурихина-Бральнина находится под домашним арестом. Мера пресечения будет действовать до 15 ноября. Теперь в областную столицу уникальная форма политической работы в России. Спецпоезд партии ЛДПР вновь прибыл в наш регион. Вчера он был на перроне Архангельска. Цель организаторов – получить обратную связь от населения. Архангельская область за экватором спецрейса поезда ЛДПР. В столицу нашего региона состав прибыл на 14-й день после старта из Москвы. Всего в маршрутном листе 17 субъектов страны. Не в каждом, наряду с областным центром, обязательные остановки на маленьких станциях. Например, в Поморье их будет более 30. В Архангельский поезд ЛДПР встречали пять десятков человек. Это не зеваки. Каждый пришел с определенной целью – отправить сигнал о своей проблеме в центр. У меня есть проблемы с жильем, например, с детьми тоже. Люди к нам подходят и говорят, что очень много за чертой бедности. Что вот и неустроенности малоимущих, многодетных семей. В составе спецпоезда ЛДПР депутаты Государственной Думы, юристы, сотрудники аппарата партии. В регионах к ним присоединяются активисты местных отделений. В целом народ приходит и жалуется, я уже сказал, здравоохранение, ЖКХ на власть, что очень плохо работает с избирателями и со своими гражданами. Ну и ругается на депутатов, которые избрались в своих руках и, скажем так, избирателей больше никогда не видится от дня голосования. История спецпоезда началась в 96-м. За 21 год он побывал в самых разных уголках страны. Например, в Архангельск только за 2017-й прибыл уже в третий раз. До конца этой недели состав ЛДПР будет колесить по области. Впереди Южный Куст. Светлана Дейнека, Анна Рязанова, Денис Личевский. Архангельское телевидение. Сегодня Архангельск посетил журналист, писатель и телеведущий Владимир Познер. Он побывал и в Северодвинске, где ответил на вопросы прессы. Встреча знаменитого телеведущего, талантливого рассказчика, многократного лауреата премии ТЭФИ Владимира Познера с журналистами длилась больше часа. За это время коллеги по творческому цеху обсудили более 10 вопросов. От влияния на ход истории Октябрьской революции, столетий которой мы будем отмечать через месяц, до роли СМИ в жизни общества и страны в целом. А все-таки журналистка – это профессия, и она предъявляет одинаковые требования вне зависимости от средств массовой информации. Телевидение, радио, печать – требования-то одни. Правдивость, объективность, своевременность. Ну и желательно, чтобы было интересно. Печальная новость. В Санкт-Петербурге на 98-м году жизни скончалась вдова писателя Федора Абрамова Людмила Крутикова Абрамова. Людмила Владимировна всю жизнь посвятила литературе, критике, изучению творчества многих поэтов и писателей. После смерти Абрамова Людмила Владимировна опубликовала многие повести и романы писателя. В феврале 2020 года знаменитому земляку исполнится 100 лет. К юбилею Людмилы Крутикова Абрамова мечтала выпустить 10-томное собрание сочинений мужа, создать музей-заповедник имени Абрамова, подарить Веркальскому музею их дом. В 2015 году Людмила Крутикова была награждена почетным знаком за заслуги перед Архангельской областью. Сегодня губернатор Архангельской области Игорь Орлов выразил соболезнования родным и близким Людмилы Крутиковой и Абрамовой. В нем говорится, уход Людмилы Владимировны – это большая потеря для русской словесности, для нашей литературы, для всего нашего общества. Каждая встреча, каждый разговор с ней был для меня отдушенный в повседневной суете, открывал новые грани в творчестве и судьбе Федора Александровича. Конец цитаты. Своё последнее интервью Людмила Владимировна дала нашим коллегам из газеты «Правды севера». Их оружие – это выгодный ракурс, правильная поза и отличная физическая форма. В Котласе прошло масштабное и яркое соревнование. Открытый турнир по бодибилдингу и фитнес-бикини. Олеся Кокина узнала имена победителей. Своими рельефами зрителей покоряли более 40 спортсменов из республики Коми, Ярославской, Кировской, Вологодской областей, Северодвинска и Брянска. Участники хороший уровень на самом деле. Все подготавливались уже к этому соревнованию. Не сразу спонтанно приехали, то есть они месяцами уже шли к этому, подготовились хорошие участники, много их, приехали с разных городов. Все хорошая форма. Первыми перед суровым взглядом судейской коллегии предстали мужчины. Завораживающая игра мускулатуры, ослепительные улыбки и греческие позы смогли удивить зрителей. Организаторы молодцы. Все действительно организовано от точечной руки. Подход очень ответственный. Уровень участников достаточно высокий для этого региона. Все очень понравилось. Еще пока я никуда не ухожу, пойду поем, потому что эта подготовка слегка вынурила, заставила поголодать чуть-чуть. Бурные аплодисменты сорвал самый возрастной участник турнира Архангелогородец Александр Крутов. Этому атлету 62 года. Возраст не помеха для того, чтобы заниматься самым оздоровительным, самым себе. Тем более, данного у меня, естественно, подмен физик нету, данного у меня. Но почему бы не показать, что то, что, может, пошел человек, может, показать на сцене? Почему бы нет? Когда на сцену вышли девушки, зал буквально затаил дыхание. Этих участниц вряд ли можно назвать слабым полом. Грациозные и одновременно сильные изгибы, потрясающая фактура тела и великолепный рельеф. Занимаюсь я уже с 2013 года. Работаю тренером в спортивном клубе «Голджем». Это у нас в Саптаткаре. Всемирная сеть. Но, к сожалению, в осенний сезон у нас в республике не проходят соревнования. И нас любезно пригласили поучаствовать в ваших соревнованиях. Победу в номинации «Фитнес-бикини» до 165 сантиметров одержала архангелогородка Анна Зимина. В номинации «165 плюс» первый стала Анастасия Кононева из Сыктывкара. Золото в номинации «Мускулар» получил участник и организатор турнира «Котлашанин» Олег Мельков. На этом у меня все. Завтра с новостями региона вас продолжит знакомить мой коллега Артемий Заварзин. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова